Приветствую, друзья! Не так давно затихшие споры относительно гениальности задумки Apple Magic One получили свое вполне логичное продолжение. Только теперь уже в классических динамических наушниках Singolo от союза Kiwi Ears и англоязычного блогера Crinecle. Да, здесь тоже применили тот самый резонатор Гельмгольца. Получилось ли у них так же круто, как и в случае с арматурным драйвером. В этом нам и предстоит с вами сегодня разобраться. Собственно, поехали! Приходят наушники в небольшой броскооформленной коробке, где многократно упомянули хитрый 11-мм динамик с импедансом в 32 Ом и чувствительностью 108 дБ. В комплект нам положили инструкцию и два набора самых дешевых силиконовых амбушюр. Кабель тоже особого доверия не вызывает. Такой мы уже видели, например, в бюджетных решениях от Mondrop. По сопротивлению это честные пол Ома на каждый из жил. А вот чашечки смотрятся стильно, с полностью прозрачным корпусом, где виден и динамик, и уже описанный мною резонатор, выведенное назад компенсационное отверстие, металлический звуковод и симпатичная внешняя часть. С посадкой звукоизоляции тоже никаких проблем нет. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас вполне стандартный по всем характеристикам импульс. Незначительные расхождения между каналами и искажения в пике достигающие 1,1%, что слегка, но превышает норму. Фаза ведет себя нормально, а с возмущениями на 30 и 60 дБ вы можете ознакомиться самостоятельно. По АЧХ же низкие частоты приподняты на 9 дБ с умеренным переходом на середину. Относительно ровная плата до 1 кГц включительно чуть менее внушительная по амплитуде выделение области разборчивости и пик на 8 кГц для усиления четкости звучания. Самые верхажи довольно резко отведены на вторичный план. Как видите, это очень похоже на знаменитый Янин Кэнон 2, то есть настройка, считай, самого высокого уровня. Впрочем, от союза скринекл другого и не ожидалось. По подаче они с одной стороны четкие, мелодичные, ровные по своему характеру, с прекрасной выразительностью, разборчивостью и вовлечением в материал, а с другой воздушные и слишком уж легковесные. Это точно не уровень наушников за 200 долларов или выше. А значит все, кто надеялся на чудо или какой-то разрыв шаблонов, могут смело заваривать ромашку. Для остальных же это реально любопытное в свою цену решение, способное на каком-то этапе полностью закрыть все ваши требования к аудио. То есть очень хорошо, но без особой утонченности, собранности или масштаба. При этом разделение здесь, как и прорисовка всего музыкального полотна, на очень достойном уровне. Слегка, конечно, не хватает объема, насыщенности и глубины, но музыкальность присутствует, вокруг каждого инструмента ощущается пространство, да и техничность, как для одного динамического драйвера, весьма приличная. Плюс, они довольно чувствительны, а значит заиграют от практически любого имеющегося у вас источника и совершенно не притязательны в плане контента. Слушайте на них хоть рок с металлом, хоть джаз с классическими произведениями. В сравнении с TNT-19 последние, на мой взгляд, собранные, но проще в плане разделения инструментов, с заметно выдвинутой вперед сценой и большей музыкальностью. Герои обзора в этом плане скорее про мониторность, ширину сцены и уклон в динамическую составляющую. То есть, для всего вокального и так сказать масштабного лучше подойдут TD-19. А для всяких скоростных и агрессивных жанров, где важны нюансы и есть сложность передачи текстур – сингола. Как вы поняли, я не ставлю ни одну из этих моделей вперед. Поскольку зацепят они совершенно разных слушателей, которые, и я в этом уверен, не менее высоко оценят и второго кандидата. Басы тут глубокие, с небольшим эффектом расширения. Серединка чистая, в меру детальная, с прекрасной выразительностью, вовлечением и передачей эмоциональной составляющей трека. Ну а высокие, как и положено в данном сегменте, особо не выпирают, не ярчат и не поднимают грязь от сведения. Притушенные, так сказать, свои верхние половины и чуть подчеркнутые снизу. Модель действительно вышла мегаэффектная. Весьма мелодичная, с просто потрясающим разделением у инструментов, глубиной и высокой динамикой. К тому же, все здесь идеально сбалансировано и очень гармонично. Итогом, наушники Singola от компании Kiwi Ears приятно смотрятся. Удобно сидят, с довольно неплохим кабелем, нормальным уровнем искажений и просто великолепной настройкой, безумно напоминающей знаменитые Янин Canon 2. Звучит же модель чисто, выразительно, с очень неплохой мелодикой, скоростными показателями и разрешением всего музыкального полотна. Для своей цены это реально настоящая находка. Все настолько чисто, разборчиво и эмоционально выверено, что просто диву даешься. Да, веса, как и собранности, мне в них слегка не хватило, но в остальном это прям мохит. Видимо резонатор действительно работает. Вторая модель и снова в десяточку. А на этом у меня все. Это были наушники Kiwi Ears Singola. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра! Субтитры создавал DimaTorzok